Как будет уважение? Коль хакавод. Окей. Коль хакавод – это, по сути, все почтение. И, кстати, слово «все» будет нашей второй темой сегодняшней, которую вы проходили на неделе. И когда мы говорим «молодец» или так далее, мы говорим «коль хакавод», потому что «коль ха» – это все, обобщая. Ну, а «кавод» – это почтение. Поэтому, когда вы, например, говорите «ты молодец», или «он», или «я», или «кто бы там ни был», то, говорите, мы используем предлог «ле». Почему? Потому что мы… Это такое устойчивое выражение «все почтение кому-то», нахон, Ульяна, адресовано. Если я говорю «ну тебе все почтение», то, значит, ты молодец. Если, Алекс, я говорю вам в нужном числе «все почтение», то, значит, кто молодцы? Вы молодцы. Нахон, Виктория. Я говорю «он молодец», то кому «все почтение» будет? О, ему. Ему, да? А значит, на иврите? Ло. Ло. КОЛА КАВОД. Ло. И в шарше, Лан. Что? И мы говорим «им кола кавод». Им кола кавод. Им кола кавод. Еще говорят «им кола кавод» – вы ешь кавод. Да. Хороший вопрос. Это устойчивое выражение, ну, как на русском. Ну, со всем уважением, вы уж простите. Вот со всем уважением, а как будет «со». Им, с кем, с чем. Всем – это все, правильно? Ну, это висклонение в русском. С кем, с чем. Творительно падешь, все, всем и так далее. Понятно. Но иврите «им кола кавод». То есть обычно мы это используем, как и в русском языке, когда мы хотим сказать, как бы, ну, со всем почтением «но». Да, как правило, будет потом какое-то «но». И поэтому я говорю, что полностью это выражение, оно идет так. «Им кола кавод запятая, вы ешь кавод». Типа со всем почтением я, ну, есть, но все же. Да, окей.